В регионе сегодня началось досрочное голосование по выборам губернатора и депутатов Собрания депутатов Ниньского округа. Избирательные участки открылись, как принято говорить, в отдаленных и труднодоступных местностях. Досрочное голосование продлится до 13 сентября включительно. Постановлением избиркома утвержден перечень избирательных участков, организующих досрочное голосование по выборам губернатора региона и депутатов Собрания НАУ в труднодоступных или отдаленных местностях с 25 августа по 13 сентября. С 3 по 13 сентября этого года избиратели Заполярного района и Нарьенмара смогут проголосовать досрочно на выборах депутатов Совета Заполярного района и депутатов Советово-Городского округа по основаниям, перечисленным в законе. Это отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иных уважительных причин. Избиратели муниципальных образований Коткинский сельсовет, поселок Амдерма при наличии вышеуказанных причин смогут проголосовать на выборах главы. Избиратели Колгуевский сельсовет на выборах главы и депутатов Совета. Это право избиратели смогут реализовать, обратившись с 3 по 10 сентября в избирательную комиссию при наличии уважительных причин. Избиратель получит бюллетень, проголосует, после чего документ будет запечатан в конверт, который вскроют в единый день голосования. Гражданам, которые в день голосования по уважительной причине по инвалидности или болезни не смогут самостоятельно прийти на избирательный участок, необходимо с 3 сентября до 14 сентября позвонить на избирательный участок по месту жительства и сообщить о своем желании проголосовать вне помещения избирательного участка. В этом случае члены участковой комиссии проведут досрочное голосование на дому.